Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Хобата Ливовод «Повеление сердца». У нас идет 24 занятие. Находимся с вами в «Врата вторые», «Врата познания». Находимся в разделе пятом. Начинаем пятый раздел. Снова давайте напомним нашу тему, о чем мы говорим, потому что пятый раздел, он очень длинный. Начнем его и не поймем посередине, может, даже, чем мы занимаемся, о чем речь у нас идет. Арбейн Убахи хочет пробудить наше сердце. Хочет пробудить еврейское сердце к тому, чтобы он присмотрелся к своей жизни, к ответственности за жизнь, к пониманию, чем он, как он живет, какими средствами пользуется, к какой цели он идет. Для этого он хочет пробудить нас в первую очередь, чтобы служение, оно было полным и истинным. К тому, что мы осознали, осознали глубоко до конца, чтобы дошло до сердца не только существование Творца, но и величие Творца. Поэтому мы тут будем ходить в так много деталей. Видите, было до этого семь, помните, семь столпов мудрости, которые, мудрость Творца проявляется в этом мире. Мы разбирали один за другим, подробно разбирали. Может быть, часть сидела и не понимала, о чем речь идет. Почему это ощущение могло появиться в сердце? Почему мы можем не понимать, о чем тут речь идет? Скажу, почему. Картину, которую мы можем видеть довольно-таки часто. Наверняка вы наблюдали. У мамы растет сын. Маленький сынишка такой. Ну, в один прекрасный день он сел за стол, взял листок бумаги, начеркал что-то, показал маме. Мам, смотри, я дом нарисовал. Естественно, там ни дома, ничего нету. Мама что делает? Ва-а-а, из-за Йоффи звонит бабушке, звонит тете, звонит всем, кому можно. Ха-ха, мой человек нарисовал такой дом. Какой он художник, как у него это получилось. Там есть дом. Каракули. Что же движет мамы? Любовь к сыну. Мама любит своих детей, любит своего сына. Если бы у нас была бы любовь к Богу, так мы бы хотели бы каждый раз найти мудрость, его в этом мире, искать его во всем. И всем говори, смотри, видел это, видел это, видел это, посмотри на это, ты что, не видишь? Звонили бы тете, дядя, не знаю кому, себе. Это тем, чем мы занимаемся. Что мы поняли, сейчас будем заниматься. Раздел пятый, он какой-то долгий, долгий, я так сказать, так даже не до конца, я даже не долистал, где он заканчивается. Видите, как много было вложено мыслей в том, чтобы увидеть эту любовь такая большая. О, Робейн Хайншев, он видел так много мудрости Творца в этом мире, что он еще, еще, еще добавлял, еще добавлял. Тут пятый раздел, с чего он начинается. На вопрос о том, какое из главных проявлений мудрости наиболее доступно нашему пониманию, и потому мы должны уделить ему наибольшее внимание, ответим, что хотя мы обязаны познавать все упомянутые проявления, наиболее близка и открыта на мудрость, заключенная в человеке, являющаяся собой, как мы уже говорили, малый мир, прямую непосредственную причину существования большого мира. Мы с вами упоминали перед этим, всем этих столпов, все мудрости, которые проявляются в этом мире, и мы очень коротко это уже упомянули, и сказали, что дальше это будет разобрано подробнее. И вот действительно, вот сейчас мы пришли к этому моменту, когда у нас будет этот разбор гораздо-гораздо более подробный, гораздо более подробный. Почему? Потому что более всего, более всего, что близко к человеку, более всего, что он способен понять, это сам человек. И оказывается, что именно из того, что есть человек, больше всего можно понять о величии Творца. Теперь продолжает Рабейн Убахья и перечисляет нам план, по которому он пойдет. Очень все, видите, упорядочено, дает нам четкое, ясное, как бы, оглавление, то, чем шаг за шагом он будет разбирать. И мы должны внимательно всмотреться в человека с момента его зачатия и рождения. То есть он постепенно будет идти по порядку с момента зачатия, рождения, в то, как соединены части его тела и из каких органов оно составлено, в пользу, приносимую каждым из них. И какая нужда заставила создать человека именно таким, каким он есть, как мы его видим? Затем вдумаемся во все то, что полезно, необходимо ему и мудро предусмотрено при его творении, в каждой из качеств его и сил его души, в свет его разума, в то, что является в нем существенным, в силу природы его и в точно в нем приходящей, в желании его и в цель, во имя которой он создан. Видите, постепенно, 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 от простого к сложному. Мы сейчас разберем с вами на многих занятиях, это не заметно, но занятие, видите, все, вот у нас развернутый план, кто и человек. Попробуем присмотреться к нам самим, к нам самим. Ну, присмотримся, ну и что это нам даст? После того, как мы изучим и поймем все упомянутые детали, аспекты мудрости, перед нами раскроются многие тайны этого мира, ибо человек подобен ему. Тут мы уже начинаем ходить в очень, такую очень-очень обширную тему. А ну, только-только закончим абзац. Некоторые из мудрецов говорили, что философия – это познание человеком самого себя. Другими словами, познание в человеке всего того, о чем говорилось выше. Так, чтобы мог человек познать Творца, видя проявление во мудрости в семье саму. Как сказано в книге Йов, всем известное выражение «Из плоти своей увижу я Всевышнего». Из плоти своей, Суевышнего. Тема эта, она сама по себе, тут огромная тема. Можно из нее сделать тему, сделать ее много занятий даже можно сделать. Ну, она так как предварительная, поэтому мы не сделаем из нее много занятий. Но, по крайней мере, прояснить ее чуть-чуть мы попытаемся прояснить. Наверняка вы слышали о том, что есть понятие «Улам-катан», «Улам-гаду». Есть мир малый и мир большой. Мир большой. Вселенная. Не в понимании, только физическом, а мир вообще. Мир малый – это человек. Человек. «Улам-катан» – это человек. Так его и называют. Мир малый. Как сотворен этот мир, если этот мир большой, этот мир малый? Значит, есть некое подобие между ними. И так оно и есть. Оказывается, что в творении большого мира уже заранее было заложено этот прототип и, естественно, малого мира. То есть, он построен по тем же принципам, по тем же основам, но только не основам, которые мы бы могли себе представить и нафантазировать, а внутренним духовным основам тех сил, духовных сил, которые есть в мире. И эти силы, они одинаковы как в человеке, так и во всем мире. Теперь в голове это наверняка у нас никак не укладывается. Мы смотрим на себя, смотрим человек, что такое? Руки, ноги, голова. Смотрим мир. Вообще, при чем тут мир? Как это все устроено? Почему нам не видно это согласие между одного и другим? Потому что какой мы мир наблюдаем? Материальный. Что мы видим в себя? Мы видим себя в качестве некого материального тела. И видим мир точно так же. Вот он такой, какой он есть. Есть тут вокруг, я знаю, Земля, есть атмосфера, есть какие-то Солнечные системы, галактики. Смотрим это на... Что за подобие? Но оказывается, что если снять из того, из другого эту материальную оболочку, то вот те силы, которые двигают и всем миром, и те силы, которые двигают человеком, они подобны. И эта тема, она подробнейшим образом раскрывается в книге Зор, в книге Ацхаима Ризали и так далее. Там вот это подобие, оно изучается до мельчайших деталей, много-много учится. То, что он тут намекает, он об этом и говорит, в том, что если мы познаем себя, то по подобию мы поймем и обо всем мире, о том, как Творец сотворил весь мир. Вся проблема, что кого надо познать? Самого себя. А почему эта проблема? Скажите, почему проблема? Теперь послушайте, почему это, да, проблема. Это действительно проблема. Раскрыто в нескольких наших книгах. А есть у человека, вот условно, давайте так, чтобы это не было сильно просторно и с деталями, а что-то в общем, и что было, может быть, понятно. У человека есть тело, есть душа. Так что мы понимаем, по-еврейски мы и так понимаем. Теперь наша душа, она хелекилокамималь, она часть, как бы, величия Творца, часть святости Творца. И она у нас действительно определяется, как святая душа. Святая душа. Но она столько времени святая, столько времени, сколько она живет святой жизнью. Она чистая, должна быть чистая, в теории. Но так как у человека есть свобода выбора, и он может делать как добро, так и зло, то если он и пойдет по пути добра, и не пойдет по пути зла, то он останется в своей чистоте. Но если произойдет наоборот, и добро его привлекать не будет, а зло как раз в самоудовольствие, то постепенно, постепенно оказывается, что у него есть у него есть заготовленная заранее возможность, чтобы все душевные силы, результат жизни ушло не в построение души со стороны души, святости, а со стороны, то, что называется, тумы, нечистоты духовной. И тогда получается, что чем больше человек живет, и чем больше он делает добрых дел, тогда есть возможность развития души чистой, возвышенной, той самой, которая подобна всему миру и управлению Творцом. А если человек живет не такой жизнью, а живет, что хочу, то и делаю, живет в свое удовольствие, вообще не на что, бесконтрольно, то он строит душу, которая параллельна, которая называется нефердетума – душа, которая со стороны духовной нечистоты. Духовная нечистота. Теперь эта духовная нечистота, она как бы заполняет всю душу человека. Она полностью ее владеет. И вот и вопрос спрашивается, человек может познать себя или нет? Он может познать через себя Творца? Он его изгнал оттуда. Там нет его. Человек-атеист, который говорит, нет Бога. Он прав. Действительно нет. Почему? Потому что в его душе не может быть Богом. Он может кого-то обнаружить. Ну, максимум, я знаю, как Сатан у нас назвал. Он это вот, главнокомандующий, вот этого ЕЦРА, дурного начала, может обнаружить со всеми деталями. Посмотрите, сколько есть литературы художественной. Читали художественную литературу. Фильмы, фильмы смотрели, ролики все смотрели, смотрели. Все это просто под диктовку вот этого главнокомандующего дурного начала. Все просто гениально. Гениально. Сам, 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 сам. Все написал. Очень хорошо. Получается, что человек, ему говорят, смотри, вот, давай, надо вот... Он вообще не понимает, о чем вы говорите, и прав. Потому что душа его, она не приспособлена, она не может, она там ничего не может обнаружить, потому что он себя никогда не может понять. Такой человек себя не может понять. Поэтому, когда сказано о том, что мы псаре, рока, из плоти своей увижу, и о Бога, вы не... Тут имеется в виду. Есть несколько комментариев, естественно, это есть простой, из того, что мы пытаемся сказать, о том, что из души своей, если не познал самого себя, человек не знает самого себя, он никогда не познает Бога. Но как он познает самого себя? Если он живет в туме, живет на нечистоте, живет что хочу, то и делаю, нарушает все законы Торы, он принципиально не может посредством того, что увидит себя, и присоединиться к Богу. Он там ничего внутри не увидит, только еще больше запутается. Все психологические проблемы, которые есть, как раз из-за этого. Как Авраама вину открыл Бога? Как он открыл Творца вообще? Как его открыл? Он открыл его, потому что он всю жизнь посвятил тому, чтобы устраниться от всей нечистоты. Это был его путь. Он понял о том, что это нехорошо, и это нехорошо, и это нехорошо, и это нехорошо. Как только он сам стал развивать и очищать свою душу, то для него существование Творца стало просто очевидным. Вот эта самая предвзятость в мнениях, она просто исчезла у него. Почему? Потому что ничего изнутри не давило, чтобы эту мысль куда-то в другую сторону, а только прямо. Это было величие Абрама. Тем, что он смог очистить себя, это было его условие всему. Помните, евреи, перед тем, как прийти и получить Тору, что они должны были 49 дней ходить шаг за шагом. Что они делали? Они готовились, они подготавливали себя, они очищали себя, чтобы удостоиться Тору. Потому что если нет этого очищения, нет вот этого процесса, когда человек проходит его, чтобы вот как-то, как-то вот от этой тумы освободиться. О каком Боге речь идёт? Все атеисты, все люди светские, которые знают, дядя Боря, тётя Белла, они все прекрасные люди, очень хорошие. Но они совершенно далёкие от Бога и от всего, что связано с святостью. Почему? Потому что они едят некошерное. Потому что они совершенно просто никогда не слышали, что жизнь, вся эта распутность жизнью, эта вещь, которая просто создаёт вот эту душу параллельную. Не свою, а из другого мира вообще. Которая вообще не даёт возможности ничего понять, они просто не понимают, о чём речь идёт. Они правы. В их мире, в том, где они живут, в мире этой нечистоты, нет Бога. Она не может быть. Эти крам, как они, он просто не существует, они его изгнали. Это то, что тут написано. Тут написано о том, что человек должен познать себя. Чем больше он познает себя по всей чистоте своей, он сможет познать и Творца. Открывается Шулхана Рух, наша книга законов еврейских, какими словами? «Шевити» – это «шем ланигди тамид». В одном предложении человек может просто от этого упасть в оборот. Оказывается, у человека просыпается утром, я знаю, первая мысль мудрости, которая должна посетить его, с этого начать свой день. Я должен себя сравнивать с самим Богом. «Шевити» – это «шем ланигди тамид». То есть, как будто я должен жить таким образом, как будто ворец прямо перед моими глазами находится. То есть, как-то я себя сравниваю с ним, но должен быть тот самый «я», который сравнивается. С этого всё начинается. Должна быть та самая душа, которая не полностью тума, не чистота, а та, которая душа, которая способна, которая одевается на всё это, как перчатка на руки. Точно одета. Так и все знания, так и всё, что связано с духовностью, они надеваются на сердце человека, который очистил себя от всех этих примесей. Иногда смотришь, приходят вешивы ребят. Они же называются, приходят, приходят из внешнего мира. По глазам видно человеку, видимо по глазам. Не только что они пришли, даже если они уезжают, на два дня возвращаются у них другие глаза. Там побывали, вернулись назад, всё это совершенно другой человек. Смотришь, прошло неделю, две, месяц, два, смотришь, другой человек становится. Глаза другого, по-другому смотрят. Человек очищается. Как только он ест кошерный, как только он не находится в этом всём мире, постепенно душа, она происходит какое-то самоочищение. Взгляд совершенно другой человека, всё по-другому становится. Тема огромная, сама по себе. Итак, продолжим. Если, видите, будем всматриваться в самого человека и пройдёмся по всему списку, который сейчас, который мы тут, Рабыну Бахи нам огласил, изучим всё и упомянем все детали, аспекты мудрости, перед нами раскроются многие тайны этого мира, ибо человек подобен этому миру. Значит, очистив себя, просмотрев, увидев все эти, все аспекты мудрости, которые в человеке мы и поймём, и всё остальное, что есть в мире. Очень-очень существенно. Очень существенно. Это всё как вступление. Мы ещё не начали. Продолжает он, говорит, поскольку это так, каждому человеку следовало бы помнить хотя бы понемногу относительно каждой из упомянутых выше деталей, чтобы побуждать невнимательного, не забывать о том, о чём человек обязан помнить постоянно, и исследовать то, о чём мы не упоминали здесь, чтобы он покорился своему Творцу из-за великих милостей и благ, получаемых от него. Как бы подытаживая нам это вступление, говорит нам Рабейну Бахи, он говорит, послушайте, о чём вообще речь идёт, о чём я хочу вам сказать. Это называется «Исода мусар», это основа всего еврейского подхода, еврейской этики. Вся проблема, что когда на уровне идей, у нас нет проблем на уровне идей. Мы с вами слушаем какую-то лекцию. Лекция, она понятная, нет проблем, верно, нет проблем с лекциями. Что происходит после того, как? Сейчас все вернутся домой, заснут, проснутся утром, как будто ничего не бывало. Может быть, кто-то что-то вспомнит, но, в принципе, всё стирается как бы. Человек забывает, что он забывает. Иногда забывает самое основное, порой самые основные мысли, самые основные идеи, которые ты есть. Есть вдруг раз, но она уходит. А человек что, должен это знать и помнить постоянно. Поэтому он и говорит, мы сейчас разберём с вами так много составляющих. Ну, мы надеемся, что хотя бы какой-то из них будет вам каждый раз напоминать об этом снова и снова и снова, чтобы это не забыли. Потому что основа всего это, чтобы человек помнил это постоянно. Что это нам даст? Это же как орудие против механистического подхода к пониманию еврейской жизни. Когда всё понимается, как о том, что какой-то автомат какой-то. Что надо сейчас сделать? Что надо сделать? А, молиться? А что только молиться? А, произнести эти слова? Я их произнесу. А что ещё надо? Надеть коробочки? Я же надену коробочки. Есть, а, это есть, хорошо, съем это. Да, пожалуйста. Можно и так. И есть даже в этом. Есть в этом тоже что-то. Определённая доля. Но это не то, что от нас наш творец хочет. Он не хочет этого автоматизма. Не хочет этого механического исполнения всех его повелений. Он хочет осознанного этого повеления. Как это осознанное осознание придёт. Чтобы мы не потеряли эту нить и память всех этих рассуждений о величии Творца, о связи, об обязанностях, о всех митцвод постоянных, которые... Чтобы мы не потеряли всё это. Чтобы мы помнили, кто мы такие. Постоянно помнили. Жизнь, она, как, знаете... Человека туда-сюда может метать. Её может забыть. Поэтому нужно ещё и ещё раз постоянно пробуждать невнимательного. Не забывать это, видите, его слова. Пробуждать невнимательно, забывать о том, о чём человек обязан помнить постоянно. Что ему может помочь? Исследовать то, о чём мы упомянули здесь. Всё дальше. Исследовать, исследовать, исследовать. Это подход Рабейну Бахи. И дальше приводит нам, цитирует царя Давида из книги, из псалмов его. «Славлю тебя, ибо удивительными, чудесными сотворил ты меня, чудесные дела твои, и душа моя знает много об этом. Не была сокрыта от тебя моя сущность, когда был Созидателем я в сокрытии. Соткан в глубоких недрах». То есть, до того, как родился, что-то там внутри, пока я появился в этот свет. Описывает тут царь Давид, это постепенный процесс, появление человека в этом мире. «Ещё лишённой формы видели меня очи твои, и в книге твоей записали все органы, части тела моего, в какие дни быть им сотворённым, и ни один из них не был забыт». Учителем – это отдельный урок, мы этим не собираемся, будем делать. Только что мы видим, царь Давид описал в поэтической форме восхищение, мудростью Творца появление человека в этот мир. И видите, сейчас сразу же первое, что Рабейну Бахи, он сделает, это как раз и обратиться к тому, как человек появляется в этот мир. Вот, давайте остановимся в потоке времени, в этой беготне нашей цивилизации, и задумаемся о том, как каждый из нас появился в этот мир. Может быть, давайте прочтём вначале, а потом поможет нам задуматься. Первое, на чём мы обязаны сосредоточить нашу мысль, это зачатие человека, начало бытия его. И здесь мы видим первую из милостей, оказываемых Всевышним человеку, то, как Творец вызывает его к существованию из небытия. Вначале поднимает его за ступени первооснов, мёртвая материя, служащая пищу растениям, на ступени растений, дающие пищу человеку. Пища перерабатывается в семя и кровь. От всех поднимает Творец на ступени живого. Оттуда возводит его Творец на ступень человека, определяемого как существо живое, владеющее даром речи и смертной. И человек, претерпевая непрестанные изменения и превращения, подвержены разному виду влияниям и происшествиям, соединяющим их с собой в чудесном согласии. Как человек появляется в мире? Тут все сидят, по рука шея, сидим. Человеку в голову приходит, о чём вообще появился в мире? Как он появился в мире? Ведь нас долго не было. Сто лет кто-то из нас тут был? Не вижу, по возрасту никто не подходит. Ну, сто лет назад, тысячу какой сейчас идёт? В 1917 году кто-то из нас тут был? Не был. А, почему у нас не было? Почему мы должны были появиться? То есть, когда мы говорим, должны были появиться, не имеется в виду, с точки зрения, что вот есть такая биологическая ветвь, обе сапиенсы, кто-то должен рождаться. Видимо, коровы и быки этим вопросом не мучаются. Но человек, который говорит, это звучит гордо, это я, личность, я полетел, я добился, я, я, я очень хорошо, а ты, а что ты должен был вообще появляться? Кто-то такой, чтобы появиться. Первый вопрос. Откуда-то из полного, когда говорят, тут небытия, тут есть много ступеней небытия. Из полного вообще отсутствие потребности для того, чтобы кто-то из нас тут появился. Кто-то может сказать, не-не, смотрите, я тут должен был появиться в этой, я тут должен был навести порядок. Без меня бы мир бы не просуществовал. Есть такие люди. Но если мы задумаемся, на какой степени мы будем так нескромны, чтобы так себя считать. Почему мы должны были появиться? Значит, первая милость, которая есть творца в этом мире, о том, что, видите, он считался с нашей личностью. А, человеческая история, без вас, в том месте, где вы родились, у тех родителей, в том географическом месте, она не просуществует. Вы должны быть участником. Без вас ничего не произойдет. Вы реальный игрок на сцене жизни этого мира. Вы должны быть участником. Только единственное, что, будете ли вы в конечном итоге в бутафории, или в массовке, или вы будете в главной ролью, от вас зависит. Это уже, но я вас на сцену вывожу. Вывожу. Если больше милость творца, которая проявляется в том, что он дал возможности нашей личности появиться в этот мир, это первое. Дальше. Когда мы говорим, что мы появились из небытия, а ну давайте присмотримся, действительно, уже со стороны технической. Как вообще человек появляется? Откуда в чем появился? Нужно, чтобы была мама с папой. Мама с папой. Тут нужно. Но оказывается, что мама с папой тоже недостаточно, как мы дальше поймем. Тут ведь не только нужно соединить эти, сколько их там, 23 хромосомы друг с другом, чтобы у нас там начало все это развиваться. Это необходимые условия, но недостаточно. Потом нужно еще кто-то, что должен еще туда все это оживить. Ну давайте присмотримся. Вот порядок, о котором он говорит. Совершенно не зная всех этих исследований, которые придут через 800 лет. Но он уже тогда, Рабейну Бахья, на том уровне понимания, он нам рассказывает о том, что, смотрите, все происходит из небытия, из ничего. Действительно, откуда появляется человек? А ну снова. Очень важно подчеркнуть. Рабейну Бахья не пишет ученым. И уж точно не пишет для людей, продвинутых 21 века, которые там знают, разобрались и уже смотрят энциклопедии. Вовсе нет. Он пишет для простых людей. Он хочет пробудить душу простого человека. Присмотрись. Откуда ребенок берется из небытия? Из того, если его мама. Вот глазами ребенка. Откуда берется ребенок? Откуда дети? Мама ходит животом. Что-то взялось в виду. Раз. Родила. Значит, братик появился. Сестричка. Что она ела? То есть, она ела. Она ела в основном там редиску, картошку и яйца. И чуть-чуть пила это самое. Ребенок смотрит. Как из этого получаются дети? То есть, его понимают, что происходит. Ну, вот что мне поступает? Еда. Присмотрелся. Так что получается, что если это смешать, я знаю, в каком-то порядке, подождать 9 месяцев, может, ребенок получится? Не получается? Почему это происходит? Откуда ребенок вообще должен это появиться? Как это происходит? А ребенок, действительно, все это в самом начале, как он сейчас это описывает, есть ступени за ступенью и из первой основы. И в начале из простой неживой материи. Мы уже люди, которые, это один уровень, а уровень наш уже тоже нам необходимо понимать и на нашем уровне каком-то. Мы это знаем о том, что все начинается с чего? С того, что есть это, ну, как порой, зигота, зигота, зигота. То есть, есть начало мужское, и есть яйцеклетка женская. Они должны соединиться. Теперь, кто чуть-чуть в этом разбирается, знает, сколько условий там есть, сколько мудрости в этом есть, чтобы все это могло, в принципе, соединиться, и чтобы это могло пройти, и что-то всякими жгутиками за себя. То только начните это изучать. Просто уже один этот этап, это одно сплошное чудо, что это вообще происходит. То соединились эти хромосомы, эти хромосомы мужские, женские, сколько их там, 46, появляется новая зигота, появляется что-то, начало чего-то, что, может быть, оплодотворенная клетка называется. Смотрим на нее, что это такое. М? Клетка. Там есть человек, мы говорим, вот это человек, кто это? Это Мойша. Это Мойша, смотри, это вот он, вот он, это Мойша. Какое это? Это клетка. А что в клетке? Клетка, она, присмотритесь к ней. Она всецело там служит для того, чтобы только все это функционировать и себя самовоспроизвать, возможность ее себя как бы охранять, охранять и как подавать энергию себе. То есть существование. Но, в принципе, все это для ядра. Точнее, не ядра, а то, что в ядре. А что в ядре? Там и есть эти хромосомы. А в хромосомах, что есть, это ДНК? Это код, генетический код человека. В принципе, что там есть Мойша? На самом первом этапе генетический код. Кто-то видел генетический код? Что это такое? А? Что такое генетический код? Это порядок, установленный в этой длинной, 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 длинной биологической молекулы. Не будем ходить в никакие детали профессиональные. Порядок. Что есть порядок? Информация. Другими словами, каким образом вначале существовал Мойша? Как информация? Все практически, каким он будет, его все составляющие, все описаны уже в качестве информации, заложены в его генетическом коде. Все, все, все там есть. Ну, это в скобках мы заметим теперь, естественно. А откуда информация, она появилась? Они говорят, что случайно. Понимаете? Понимаете, где абсурд находится? Информация может быть случайно создана, появится. Не важно, сколько там будут биться кто таковой, не знаю, сколько миллиардов лет. Какая разница будет бить? Информация, она всегда результат планомерного какого-то намерения, плановерного вычисления, плановерного установления порядка и так далее. Для этой информации, для этого нужно сознание, для этого нужно быть разумом. Другими словами, если у нас что там, у нас есть четкий план, вообще, который находится вне материального мира. Почему я говорю вне материального мира? Вы скажете, вот он находится, видите, ДНК, очень хорошо. ДНК – это, это, но это код информационный. То, что мы видим, только определенный порядок, который есть в этой молекуле. Очень хорошо. Да, молекулы белка, есть молекулы аминокислот, они собираются в молекулы. В определенном порядке, в определенном порядке и так дальше, и дальше в этой молекулы ДНК невероятный размер. Этот порядок, порядок этот, он не находится в самом. Это план, вещь, которая нематериальная. Понимаете, все такое. А информация, она может быть запечатлена в материальном мире. Но она там не находится, точно так же, как в компьютере. Обратите внимание, как память хранится. Все данные, которые мы записаны, и все, все, все это прочее. Точно так же. Битики, это нолики-единички, нолики-единички. Вы вот видите, что в материальном мире. Вот нолики-единички. А кто установил порядок этих ноликов? Порядок находится где? Извне, вообще, в разуме того программиста, который запрограммировал. Отдельная тема, не будем меня трогать. Итак, в начале, где находился Мойча, это была информация, находилась в этом. Теперь, в молекуле ДНК. Теперь, что дальше происходит? Эта молекула невероятным образом начинает сейчас размножаться. То есть, сначала заняло время, пока она сразилось на две части, а потом на четыре, а потом на восемь, а потом на шестнадцать. И дальше происходит чудо-чудес, в которые снова надо к нему присмотреться. Каждый, надеюсь, знает прекрасно о том, что все клетки, соматические клетки человека, они содержат стопроцентную информацию обо всем человеке. Мы знаем, все знаем. То есть, каждая клетка, она точно содержит всю информацию. И про то, и про цвет моих волос, и какие у меня будут волосы, и они, когда они выпадут, и какие у меня будут эти ногти, и какое сердце, и все, 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 все. Руки, ноги, высоту, да, все, вся, вся полностью информация там находится. Откуда же человек происходит, это всего лишь деление? Дальше происходит чудо-чудес. Вдруг, ни с того, ни с сего. Называется, происходит дифференциация. Знаете, что это такое? Это у клетки есть как бы, есть эти генетические, эти ходы выражения, своего выражения. Из них, из них, все те, которые должны были сказать клетке, что они, например, как появляется эта клетка сердца? Все остальные генетические ходы, выходы, которые есть, перекрываются. Оставляется только одно, которое говорит этой специфической клетке, что вот и сердце. Получается, что на каком-то этапе происходит эта дифференциация. И одна клетка становится сердцем, а другая должна быть, становится позвоночником. А третья, я знаю, легкими и так далее, а пятая, десятая волосами и так далее. Теперь, скажите, а как вообще начинает все это дальше развиваться? И дальше просто чудо перед глазами, перед глазами. Теперь, эта тема сама по себе, жалко на нее тратить времени, но только упомяну она. Вот скажите, для того, чтобы все эти клетки не перепутались, их же триллионы. Человеческое тело с триллионами клеток. Как все это стало на свое место, и как каждая клетка знала, когда, во-первых, кто она такая, и не только какая она, а внутри каждого из органов, две сердца, оно состоит из таких… Повторите, это один, одно сердце. А я не говорю про глаз уже там или мозг. Как все это знало развиться, что до этого места не больше. Почему сердце, оно не разошлось у нашего до такой-то, а вот точно такое, которое надо? И не более того. Почему, почему вот вся наше тело, оно выросло до этого, а почему у меня рука не выросла дальше? Почему они симметричны и так далее? Тысячи вопросов, которые вы сказали. Должно быть, на первый взгляд, что называется, единый пульт управления. Разум обязывает, чтобы кто-то все эти количества, не мгновенные клетки управлял, им сказать, это сюда, это туда, это туда, это сюда. Последнее, что приходит в голову исследователям, это не дай бог, не дай бог, что есть единый пульт управления. Нету единого пульта управления. Не может быть. Почему? Потому что это не соответствует ихним представлениям теперь. Но все-таки как-то это происходит, нашли. Кто ищет, тот найдет. Смотрите, что они говорят. Они говорят, что в каждой клетке, точно так же, как у нее есть весь орган, заранее информация обо всем органе человека, организме человека, точно так же там есть программа. Они не стесняются даже говорить эти слова. Есть программа, которая все клетки одинаково ее реализуют. Согласно чему? Они говорят, согласно ощущениям. То есть, у них как бы они ощущают, где они находятся. И есть у нас сопритяжение Земли. То есть, уже и вот согласно этому они знают о том, что вот внизу отходят органы, которые будут внизу. Ну, а тяжесть, сила тяжести им намекает, а остальные вверху. И они чувствуют, где находятся смежные. И вот они это. А почему вот до этого места и не дальше? А внутри счетчик есть. А почему должна быть стенка? А счетчик есть. Вот сколько нужно там этих, я знаю, слоев. Туп-пуп-пуп-пуп, зо, остановились. Внутри как бы есть программа, которая, она, кроме всего, всей информации, еще есть информация, как она должна это развиваться. И они себе представляют. А это невозможно себе представить. И говорят, программа. И она заложена в каждом есть. Все случайно. Все случайно произошло. И программа есть, и программист случайный. Все, все, все было случайно. Смотрите, мы описываем так это, чтобы просто почувствовать, какое благо есть в том, что это, видите, из чего мы появились. Просто надо знать, из какого чуда мы появились. Это не абстрактно. Я. Каждый из нас. Так мы появились. Так мы развивались, развивались, развивались. И вначале, как он пишет, на ступень растений. А потом... У нас такое растение. Чем отличается растение от неживого? Неживого оно не воспроизводит себя. Не размножается. А что делает растение? Оно только растет. Растет – это значит, что она всего лишь одну функцию выполняет. Оно размножается. Оно растет, растет. Это то, что вы видите. Это яйцеклетка. Она стала размножаться. И только на следующем этапе она переходит в состояние живого. Когда появляются эти органы по отдельности. И теперь, смотрите, все это подготовлено к тому, чтобы вот этот организм, который постепенно-постепенно набирает силы и 9 месяцев развивается, чтобы из него вышел человек, человекообразный, существо живое, то есть живое, которое функционирует, оно самостоятельно, совершенно способно жить и себя, живость свою как бы самому воспроизводить. И оно будет владеть даром речи, что это, естественно, показатель, самый высокий, который есть в человеке, что он в состоянии говорить. Это мы говорили много раз. И он, этим он отличается от животных. И он человек в конечном итоге смертный. Почему подчеркивается, что смертный? Чтобы отличить от ангелов. Это две противоположные, которые есть. От животных и от ангелов. Человек он говорящий. И он, который, он смертен. И человек претерпевает непрестанные изменения, превращения, подвержены разного рода влияниям, происшествиям, соединяющим между собой в чудесном согласии. Первое, что он хотел обратить наше внимание, что мы остановились, присмотрели, задумались, откуда человек вообще появляется. Да, вопрос сам по себе. Сам по себе, откуда я появился? Тут есть много еще других аспектов, которых мы не касаемся. Но достаточно то, что он нам определил и сказал, что мы остановились, присмотрелися, то самое благо, которое Творец дает нам первое тем, что вообще он посчитал, что моя личность, наша личность, которая тут есть, должна появиться в этот мир. И тот путь, посредством которого из ничего, из небытия полного, вдруг начинает появляться человек. Мы вдруг стали людьми. Из чего? Типа сруха называются. Какой-то, не можем не увидеть эту клетку. Из какой-то информации, которая сначала была вообще духовной информацией. Из нее это переросло, вот видите, видите, в материальное тело, которое обликнуло. Дальше мы поймем гораздо глубже все, что тут сказано. Гораздо-гораздо глубже, чтобы знали. Когда начнем еще больше это разбирать. Теперь продвинемся чуть-чуть дальше. Второе, что надо обратить. Когда ты вдумаешься во все это и увидишь знаки добра, мудрости и беспредельных возможностей Творца, тогда взглянись и подумай о чудесном единении двух важнейших основ бытия человеческого. Души и тела. Ты увидишь, что тело составлено из различных первооснов, несовместимых друг с другом. И их соединяет Творец, являя тем могущество свое и связывает в мудрости своей, создавая тем жизнеспособное тело, единое на вид, но обладающее свойствами разнородными и взаимоисключающими по природе своей. К созданному таким образом телу присоединил Творец несвязяемую сущность, подобную духовной сути высших существ, и это душа. И он скрепил с телом, средниками, вещами, совместимыми с обоими этими обратными началами, то есть душовым телом, духом жизни, который называется животной душой, естественным теплом, кровью, жилами, нервами, артериями, и дал им средства защиты от ущерба, повреждения, то есть плоть, кости, мышцы, кожу, волосы и ногти. Давайте попробуем, сколько времени получится у нас это разобрать. Вещь очень глубокая, это тема сама по себе. Когда я говорю, тема тут сама по себе, откройте, она всем известна под названием так называемого психофизического парадокса или психофизической проблемы. Написаны огромнейшее количество книг по этому поводу, даже не будем разбирать. В наших источниках известно, что называется, тысячелетия назад все описаны. А в внешнем мире она пробудилась со времена Декарта, который разделил духовное и материальное совершенно. И тогда появляется проблема. Какая проблема? Каким образом? Духовное соединяется в человеке с материальным. То есть ясно и очевидно, что есть в человеке, то есть понятно было ясно всем мыслителям, которые даже далеки от религиозного взгляда, что есть в человеке нечто, что оно совершенно нематериальное, мысливо-нематериальное, сознание нематериальное, невозможно все это даже приблизительно оценить. Все, что связано с материальным, оно имеет количественные характеристики. Это можно измерить, как-то соизмерить. А вот все, что относится к понятиям внутренним, душевным и так далее, оно неизмеримо. Один человек говорит, вы выше его, то давайте померим. А мне радостнее, чем ему. А? Ну, померьте. Можете? Что-то я сегодня меня совсем загрустил. А, вы больше грустите, чем он? Можно измерить это? А понятия эти они вообще не имеют. Все, что связано с металльной деятельностью человека, имеет цельность, и оно не разбивается ни на что, ее нельзя измерить, ни ки-ки-ки-ки. Это не соотносится с миром материальным. То есть ясно и очевидно, что есть духовное начало в человеке, есть его душа, который, в первую очередь, мы уже говорили, это есть сознание, есть мыслительная его деятельность. Они нематериальны. Называем это условно говоря. Душа, душа. А есть что? Есть тело, оно сезамое, можно померить, измерить, все-все. Как они соединяются друг с другом? Кто-то понимает? Как они соединяются? Вот смотрите, в мире, просто чтобы это... Нет, даже просто. Вы можете взять дерево и спаять с железом? А? Не можем? Да, алюминий с железом можно? Тоже не можем. Почему? Потому что для того, чтобы соединить, они должны быть вещами изначально предлосположенными к соединению. Должны быть подобные строения, атомы и так далее. Тогда их можно соединить. В животном мире, в растительном мире, не все друг с другом можно скрещивать. Не получается. Должно быть какое-то что-то, что это соединяет. Начало, плоское начало материальное и начало духовное, никакой связи между собой не имеет. Нет точки соприкосновения. Как оно, как в человеке, в единственном представителе, это все, как в высшем представителе, как это все соединяется. Давайте продемонстрируем, чтобы это было ясно и понятно. Вот, например. Видите? Поднял руку. Как это произошло? Пожалуйста, есть люди, которые тут наверняка образованные. Они скажут, смотрите, все очень просто. Вот тут находится центр понятия руки. И оттуда вышел импульс электрический, который прошелся по нервному. И прошел через эти нервную систему, через амудо-щедра, как его называют, через позвоночник. Дошел до какого-то там четвертого позвонка, повернул направо. И тут, если сказать, здесь нос сделал такой изгиб. И вот он раз и поднял мне руку. Очень хорошо. Не, ну мы спросим его, скажите, секундочку. Все очень хорошо. А откуда все это вышло? Я вам покажу, откуда. Вот отсюда. Это объясняет, почему подняла руку? Где этот триггер? Где? А что там? Ну там зажглось-то. Там оно-оно воздействовало. Ну а кто это захотел воздействовать? Чего вдруг? Чего вдруг? Нет. Называется рацион. Желание вот это, которое поднять эту руку, вы ее не найдете в материальном мире вообще. Оно не существует там. Поэтому вот это желание, которое заставляет человека то ли говорить, то ли делать, то ли выбирать и так далее, оно не из этого мира. Как оно заставляет вообще человеческое тело функционировать и так далее? Понимаете, где находится постановка проблем? Поэтому это ее называют проблемой. Называют это парадоксом. И ее вот с тех пор, как ее сформулировал Декарь, так и до сегодняшнего дня, пытаются самыми разными способами решить. Руха Ше есть для факультета философии возможность многих докторских диссертаций написать на эту тему. Это вечная нерешаемая проблема. Она изначально знает, что она нерешаемая, но ее решают. Есть много исследований, много книг написанных. Пожалуйста, вы можете их читать, узнаете много интересного, много увлекательного. Но никакого решения самой проблемы. Как парадокс, она была в начале, так она и осталась. И в конце, как соединяется чудо-чудес в наших источниках. Это изначально написано. Знаете, где написана удивительная вещь? Откройте, наверняка вы все это знаете. Что вам сказать? Когда человек ест, то у него все обратный процесс. Так вот, чтобы легче было после еды. Оказывается, что это одно из чудес, которые есть, в том, что наше тело, оно умеет освободиться от ненужного в той еде. И да, это не как ман. Помните, у нас был ман. Он полностью впитывался. Почему? Еда должна полностью впитываться в тело. Но с тех пор, как есть грех, значит, все идет вместе с... Есть прием, есть клепа. Значит, есть и вот саму плод, есть вот этот скорлупа. Поэтому есть как бы то, что мешает. Человек ест. Часть этого действительно полезна, усваивается полностью нашим организмом. А часть, оно лишнее. Теперь Рухашем, видите, какая мудрость Творца, что он предусмотрел, чтобы это лишнее могло и зайти из нашего тела, и не мешать, не отравлять нам наш организм. Установили мудрецы браху, благословение. Когда еще? Две с половиной тысячи лет. Благословение на само это действие, которое мы производим по много раз в день. Сказать браху ашир я цар. Ашир я цар. И вот, кто знает хорошо эту браху. Интересно, там в конце, чем она завершается? Умафли ласот. Говорит Ромо. Интересно, в шелха на руку. В мафли, он поясняет эти слова. Мазы мафли ласот. Мафли ласот по русским языке, на русском языке это и творит не чудо, а мафли пели. Пели, как мы назовем, переведем пели? Шабгидали. Как мы переведем? Нет, чудо это нес. А это пели, это вау. Удивительно. Что-то удивительное такое, совершенно невероятное. О, невероятное. О том, что в этой брахе намекнуто как раз величие самого большого Творца, которое есть. Обратите внимание, величие Творца, которое есть, в том, что соединяет духовное и материальное. В этой брахе. Мы бы с вами думали, ну, выожите. Если бы мы уже хотели бы так отметить величие Творца, ну, что мы думаем? Ну, вот сотворил мир. Видите, вселенная, миллиарды галактики, миллиарды, миллиарды звезд. Посмотрите на все. Нет, не говорим браху. Человек, там, Аллахим, тоже, смотрим, то, это, не говорим браху, не говорим браху. А тут говорим браху. Говорим благословение на Ашера Цары, и тут упоминаем самое большое величие Творца. И тут он соединил, он соединил нам, что он соединил? Духовное и материальное. Это просто в скобках, я вам все говорю, просто это само по себе очень интересно, чтобы понять, хотя бы знать, в какую браху мы говорим, в чем величие. Что же кроется за этим? Что закроется? Видите, как мудрецы еще тогда, 2500 лет назад, как они это все понимали. Они понимали так, посмотрите. Что нам говорить и удивляться со всей Вселенной, все галактики, звезды, все равно. Это все материально. Мир упорядоченный, все работает, все нормально. С другой стороны, мир духовный, точно так же, все упорядочено, все работает. Заведено. Самое большое чудо, которое есть, как это соединяется, эти две составляющие, одно с другим. Как это происходит? Он говорит, где это проявляется больше всего? Где это проявляется? А ну, смотрите, как он говорит. Животные, они тоже ходят под нужде. Вы обратили внимание? Причем, как они ходят по нужде? Как только организм их обязал, они ходят, это в любом месте, куда, где приспичило называется. Вот там, где хочется, там, где, да, там прямо, и это нужды свои делают. Вы были иногда на пастбище, просто по нужде. Маленький ребенок точно так же. Почему? Организм, тело диктует ему полностью вот эту функцию, чтобы он ее исполнил. Очень хорошо. О, в чем величие человека? С какого момента все начинается? Как только появляется у него, называется дат, как только появляется у него разум человеческий, вдруг он начинает контролировать свое тело. Выясняется о том, что то, что должно быть совершенно естественным, таким, что должно быть у нас, это исходить в любой момент, когда потребует это тело. Вдруг выясняется, что неуместно сейчас, надо подождать. Надо удержаться. Где точка, где начинается контроль духа над телесным, больше всего проявляется. Именно в этом, в этом, в этом, в этом больше всего проявляется. В самом таком низком, который, в том, где каждый день по многу раз у нас это происходит, и мы видим это какой-то и такой естественный, низкий, плоский, какой-то вот чисто физиологическая какая-то процедура. Ха-ха! Больше всего из-за того, что мы ходим по нежде, в то тогда, когда разум обязывает, больше всего и проявляется, как бы, эта связь между духовным и телесным началом, который есть у нас. Больше всего. Больше всего. Это просто только, чтобы объяснить, почему именно на Брахо Ашари Ацар, есть такое, мудрецы объясняют, у Мафли Лассо, добавили еще там Мафли Лассо, это добавили это объяснение. Говорит нам, только закончим эту мысль, чтобы присмотреться к этому. Чудо-чудес – это психофизический парадокс, он решается самым простым образом. У нас это для нас, это ясно и очевидно, что это есть творение. Обратите внимание, очень важно сказать. Когда сказано второе слово «боре», «боре» – творит, творит. По-русски нет такого четкого разделения, но есть на языке Торы, есть понятие «левро», «боре», есть «яцар», «вейосе». Да, три уровня. «Боре» – это только сказано по поводу «ешмиайн», «нечто из ничто». Это было сказано только по поводу сотворения мира. «Борешит», «бара» – «элю кимиташамэм». «Бара» – «сотворил». И, как говорит, объясняет Рамбан, в принципе, творение, о котором речь идёт, оно было одноразовым. Это был сотворен, вот это первое начало, которое называется нашим языком «рацион», «желание», или словами назовём это «свет», «ор», или, как он сам говорит, «юлий», языком древних греческих философов. А из него уже было «аколь яцар», а из этого уже постепенно сотворил, из этого уже сделал, по-русски невозможно это объяснить, но уже из этого было сделано всё остальное. Есть ещё один раз, когда сказано по поводу слова «бара». Слово «бара», то есть снова «ешмиайн» сказано по поводу сотворения человека. «Ишвыша гиббарам». Почему? Ведь уже сказано, что «бара» творит. Потому что это снова было творение. В чём оно состояло? Это было новое творение. Соединить, не соединяющиеся, духовно и материально. Это то чудо, о котором мы с вами говорим. Это есть то благо, которое творится. Видите, как мы сочетаем в себе, которые все мудрецы мира ищут решение этого вопроса и не находят его, как духовно сочетается с плотским. Решение этого изначально, оно заложено в основе этого мира, описанное в нашей книге. Творец установил. Теперь, как технически это осуществляется, обратите внимание, даётся и тут объяснение. И он скрепил с телом посредниками, вещами, совместными с обоими этими обратными началами душой и телом. Оказывается, что есть что-то, что соединяет. Невозможно, чтобы вообще не было ничего не соединения. Каким образом духовное в нас. Я не говорю сейчас, о каким образом человек говорит, или в каком образом тот самый триггер, он поднимает мне руку. Это отдельная дополнительная тема. Мы просто говорим, каким образом. Ведь даже клетка сама по себе не является живой, без того, чтобы не было этого самого духовного начала, которое бы толкало его постоянно к желанию этому для размножения и самосохранения. Везде это духовное начало присутствует. Как это, где соединяется вообще всё телесное, всё наше тело, оно живое. Почему оно живое? Почему я живу? Посмотрите, человек, например, неживой и живой. У него всё то же самое. То же количество клеток, то же количество органов. Один живёт, другой не живёт. А почему это живёт? А почему это не живёт? Почему это не живёт? Есть то, что называется дух жизни. Называется нефиша-баймид. Она самая низкая, которая есть. И есть это самая низкая, самая низкая есть, которая есть. И вот она естественным теплом, кровью, жилыми, нервными, артерами, то есть она и соединяется, она и есть точка переходник. Должен быть переходник. Где находится переходник? Рамхаль, помните, мы объяснили в книге Дерахаши. Переходник между телесным, то есть самым таким телесным, более одухотворённым, и самым материализированным духовным. Находится в крови. Кровь, которая так и сказана, «дам у анефиш». Кровь – это та самая часть, где находится, в ней находится переход между духовным, и соединение между духовным, и телесным. И действительно, обратите внимание, если перекроется, не дай Бог, там, я знаю, давайте перекроем палец, доступ к крови, там жизни не будет. Где нет крови, нет жизни. Поэтому то самое место, которое соединение, где жизнь находится, где даётся вот это духовно-материальное, это находится в крови. И находится не только в крови, в нервной системе. В принципе, основное, что есть, это нервная система и вот эта вся кровеносная система с кровью. Она и является носителями, так сказать, от простого к более грубому, от утончённого к более грубому, вот это носителям этой духовности, которая есть в нашем теле. Это и есть человек, в принципе. И дальше, обратите внимание, переворот в нашей современной мысли. Что тут сказано? И говорит, и дал им средства защиты от щерб и повреждений. Что? Плоть, кости, мысли, кожи. У нас всё в голове наоборот. Вот спросите любого современного человека, разбирайте. Ну, что вы разбираетесь? Ну, как, человек, что такое? Основное, что вы видите, это кости, да, кости, мускулы, да. Ну, там внутри есть эти самые жилы, там внутри есть артерии и нервная система есть. Всё наоборот. Всё наоборот. В принципе, надо знать, что всё построение им... Вот, как мы всё время говорим, у евреев всё наоборот. Как вы знаем, у нас всё наоборот. Точнее, у нас всё как положено, у них наоборот. Почему? Что это значит наоборот? Наш взгляд всё время, взгляд Торы всегда сверху вниз, а не снизу вверх, как у всех людей. Любой человек смотрит снизу, что он видит? Он видит тело, идёт внутрь. А у нас всё наоборот. Мы говорим так, смотрите. Душа – это то, что и есть человек. Какую форму имеет душа, вы знаете? Какую тело. А? Какую тело. Откуда мы знаем, что это как тело? Потому что это тело надевается на душу. Поэтому форма тела – это форма души, которая есть. Она первичная, первичная душа. На неё надевается теперь. Какой последовательности это надевается? Вот есть форма души. Теперь она должна... Её переходники какие? Нервная система, кровеносная система. Это есть человек. Если бы человек остался таким, только с нервами и только с кровью, то тогда бы любое движение что-то задело. Надо его спрятать, надо его защитить. Значит, что надо было? Значит, надо нервную систему ту самую, которую надо поместить внутри позвоночника. Закрыто со всех сторон костями. Туда не подберёшься. А? Закрыто всё. И не только это. Дополнительную сделаем охрану. Какую? Мышцы. Ткани. Мышцы, которые, видите, плоть. Которые мышцы. Кожу. Что всё это ещё. Ещё и кожа, которая всё это покрывает. Она... Всё по-другому это смотрится у нас. Верно, что есть функции отдельные, дополнительные, которые несут и все кости, и наши мышцы, и тело, и... И кожа, которая у нас есть, и всё... В ни всяком сомнении. Но только взгляд истинный, как всё это построено изначально, в каком порядке всё это и важности, как изначально, как это происходило, было сотворено, порядок совершенно другой. Порядок сначала есть духовное начало, то есть душа, она, которая... Она измеет форму тела. К ней начали присоединяться все эти нервные системы, эта гравинозная система. А на это были нарощены уже эти кости, а вокруг неё мясо, а вокруг неё и кожа. Туф, мы чуть-чуть присмотрелись к тому, что есть даже наше время. Что-то мы перешли. Раташи, надеюсь, что, по крайней мере, это часть, две части, которые мы разобрали, они были понятны. Бруха, вас, лаха, всем всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.